за новости. И к нам подключается Сергей Ослендер, израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой». Сергей, здравствуйте. Доброе утро, коллеги, доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, было бы разумно. Мы хотели с вами поговорить о том, что произошло в Израиле за последние двое или уже трое суток. Но все-таки давайте начнем с заезд. Не могу не спросить, насколько, как вам кажется, сейчас нагнетается, безусловно, обстановка вокруг возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции. Насколько серьезно вы относитесь к тому, что говорят стороны? Я бы относился к этому очень серьезно. Я, конечно, далеко живу от этого места, прямо скажем. Но, тем не менее, учитывая, у меня куча друзей тех же в Украине и так далее, вообще, наблюдая за ходом всей этой войны, я бы относился к этому чрезвычайно серьезно, потому что после Каховского водохранилища уже, как мне кажется, красных линий не осталось. И дальше вопрос только в том, что произойдет дальше. Короче говоря, вероятность того, что что-то случится на Запорожской АЭС, я бы оценивал как такую, чрезвычайно высокую. Прости, прости, Айдар, если ты позволишь, я все-таки закончу вот этот вопрос, для меня он очень важный. Да, это тоже, кстати, к нашему с тобой обсуждению, к началу эфира. Как вы видите логику сторон? Вот Украина обвиняет Россию, Россия в Украину. В чем может быть, если мы представляем себе, что такие провокации возможны? Заинтересованность Украины, заинтересованность России? Ну, заинтересованность Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе, да, показать, что, вот, собственно, смотрите, что они учинили, да, ну и так, потому что реакция на подрыв дамбы Каховского водохранилища в мире была такая, надо сказать, очень вялая. Вот, то есть, что-то как-то там осудили, что-то там побурчали где-то в разных международных организациях, но в целом, надо сказать, учитывая особенно характер и масштаб последствий, реакция была, прямо скажем, такая, не очень. И если что-то случится на Запорожской атомной станции, тут, по идее, реакция должна быть другая, учитывая, что все-таки атомная станция там и так далее. В преддверии саммита в Вильнюсе, да, это, конечно, Украине, безусловно, бы помогло там в плане убеждать своих союзников в том, смотреть, с кем мы имеем дело, как дать нам там больше оружия и так далее и тому подобное. В чем логика россиян? Обвинить в этом Украину, конечно, прежде всего, это будет больше рассчитано, как я полагаю, на внутреннего потребителя, нежели на внешнего. И, как я, опять же, себе вижу это дело в военном отношении, ее хоть раз пять взрывай, от этого ничего не поменяется. То есть, на дела на фронте это никак не повлияет, в принципе. Это чистая воды такая, как бы сейчас такой идеологический, что ли, фактор, я бы так сказал. Айдар, извини, я тебя перебиваю постоянно. У меня был примерно тот же вопрос, да, но вот сейчас вы сказали, что все-таки это чтобы показать россиянам, да, что вот смотрите, что делает Украина. Но этот пропагандистский эффект, разве, ну вот если просто на чаше весов поставить пропагандистский эффект и впоследствии диверсии на Запорожской АЭС, ну это же, ну как это, разве пропагандистский эффект того стоит? Вот, а вообще пропагандистский эффект от всей этой истории, он того стоит, вот стоило начинать эту войну, да, давайте вернемся вот в начало, да, и придем к самому главному выводу, что сейчас всю ответственность за то, что происходит на Запорожской станции, несет Россия. Это вообще, кстати, первый случай в истории, когда Запорожье, когда вообще атомная станция была оккупирована, да, в ходе боевых действий. Уникальная совершенно ситуация в самом наихудшем смысле этого слова. Вот, поэтому, если тут вообще все это вот начать укладывать на чаши весов, эти огромные жертвы, разрушенные города, там, бомбардировки, куча трупов и так далее, то, как бы, раньше всего все это было. Вот то же самое и Запорожская АЭС, она будет всего лишь эпизодом во всей этой ужасной истории. А, ну, ощущение просто, что российская власть в этом смысле играет на повышение. То есть сначала мы, допустим, мы, да, возьмем это в кавычки, взрываем Каховскую ГЭС, как вы говорите, и реакция вялая. Заинтересована дальше, взорвем Запорожскую АЭС, посмотрим, что будет. Заинтересована ли российская сторона вот в этой бурной реакции международного сообщества? И, собственно, к каким эффектам это может привести? Ну, как сказать, вопрос, да, вопрос, как это будет выглядеть. Но еще раз повторю, то есть если бы удалось россиянам каким-то чудом доказать, что это да, такие украинцы взорвали Запорожскую станцию, то тут как бы вопросов нет. Но прямо скажем, например, убедительно доказать, что это украинцы разбили плотину Каховской ГЭС своими ракетами, и они не смогли. Ну, это было невозможно, мы об этом с вами, кстати, говорим. Поэтому я, честно сказать, не очень вижу такой способ, чтобы россияне смогли каким-то образом винить в этом украинцев. Еще раз повторяю, станция оккупирована российскими войсками, на ней находятся российские войска, и полную ответственность за то, что там происходит, несет Россия. Ну и, соответственно, сколько бы туда МАГАТЭшники не ездили, в общем, ничего они все равно там сделать не могут. Об этом и речь, да. Ни ООН, ни МАГАТЭ, никто там ничего сделать не мог. Они могут выразить глубокую озабоченность. Как они обычно это и делают. Глубокая озабоченность, да, все и заканчивается. Ну, хорошо, я думаю, к Израилю перейдем. Не, подожди, подожди, по Украине еще много вопросов. Подожди, почему истребители не дают, Сергей? Вот это хороший вопрос, кстати. По идее, на сегодняшний день, после всего, что уже дали, начиная с Хаймарсов в свое время, которые буквальным образом переломили ход войны, заканчивая, не знаю, теми же леопардами, которые стали каким-то символом западной помощи. Это не чудо-оружие, а просто такой символ. Вот леопарды дали, как будто там рухнуло последнее плотин. А вот самолеты не дают. Хотя, по идее, это вот такой последний решающий инструмент. То есть, если бы ВСУ располагали таким более-менее многочисленным, да даже не многочисленным, 50, если бы было, там, западных самолетов, 16-18, неважно, то это, конечно, драматическим образом совершенно повлияло бы на ход наступления. Вот. А почему их не дают? Вот, собственно, у меня есть только одно предположение. Опять же, надо понимать, что на Западе люди сидят рациональны. Там не дебилы сидят и не идиоты, которые вот все мы дадим, а вот последний решающий инструмент мы не дадим. Да. Мы вбухаем, там, десятки миллиардов долларов и евро в помощь Украине. Да, Украину сейчас, ну, Запад фактически содержит в плане поставок оружия и в финансовом плане. И вот не дать ей возможности вот одержать победу можно только умышленно. Так вот, мне представляется, Запад берет курс на, ну, как бы, на войну на истощение, на затягивание войны, имея своей целью конечной полностью вот обнулить российский военный потенциал до такой степени, что она никакой угрозы вообще вокруг себя вот по периметру представлять больше ни для кого не будет. И таким образом ее из субъектов мировой политики уже окончательно выключат. Вы хотите сказать, что Запад пользуется украинцами, Украиной, чтобы одержать победу над Россией? Ну, это так и выглядит. Силами украинцев жизненно. Ну, это так и выглядит. Именно так это и выглядит вот с моей точки зрения. К сожалению. Да, потому что платят за это украинцы своими жизнями. Да, но, кстати, вчера же Данилов, по-моему, написал про это в Твиттере у себя, что да, что вы не ждите особенных успехов в ходе контрнаступления, потому что действительно война на, скажем так, атакующей стратегии, да, атакующая тактика мы меняем на якобы войну на истощение. Вот это подтверждает украинская страна? Да, я не читал, что писал Данилов, но вот так это и выглядит. То есть это именно так это выглядит. Украине дают дозированно очень оружие. В чем была проблема, допустим, принять решение относительно самолетов, когда было понятно, что это наступление будет рано или поздно, скорее рано, чем поздно. Что Украина все устояла, удержалась, сейчас нужно переходить к освобождению оккупированных территорий, окей, нужны самолеты будут в любом случае. У ВСУ очень немногочисленные ВВС, воздушные силы они называют. Проблема принять такое решение осенью, начать подготовку там летчиков осенью, вот я имею в виду прошедшую осенью, да, там перебазировать самолеты куда-нибудь в Польшу на какие-нибудь аэродромы, там готовить наземный персонал техников, там, 5-й, 10-й. И вот за эти полгода прошедшие, вот к началу наступления, какое-то количество самолетов и летчиков были бы готовы. Но это решение, вот оно все откладывается, откладывается. Сейчас Роб Бауэр, да, это глава военного комитета НАТО, я запамятал, как точно его должность называется, нидерландский адмирал сказал, что дискуссия важная, и мы ее будем продолжать. Окей, а что дискуссия-то, о чем самолеты нужны, да, дадите, да. Все, дальше в чем дискуссия заключается, совершенно непонятно. Если бы того же Бауэра спросили, мол, спланируйте, пожалуйста, наступательную операцию вот такого масштаба и такого характера, но у вас не будет самолетов, он бы пожал плечами и сказал, я не могу, как НАТОвский адмирал, он бы сказал, я не могу, у нас так не принято, мы так не воюем. Мы без авиации, без ее господства и полного доминирования воздухи не воюем. А вот украинцы воюют. Ну это как, вот, смотрят, вот так вот. Сергей, накануне телеканал CNN опубликовал материал, но, собственно, это не только CNN сделал, об этом уже много говорилось, что западные странники Украины беспокоятся из-за медленного продвижения ВСУ в ходе контрнаступления. И, собственно, многим из лидеров западных стран в ближайшие полтора года предстоят выборы, им надо как-то отчитываться перед своим народом и показать, зачем вот столько денег было вложено в Украину, да, где результат, собственно. Это вот как-то не соотносится с вашими словами, просто, что они хотят боевые действия на истощение, учитывая, что это западная демократия, учитывая, что они отвечают перед своим обществом. Или это не так? Ну, как мне представляется, это как-то не совсем так. Потому что, еще раз говорю, при нынешней ситуации ждать от ВСУ каких-то прямо вот успехов громких, красивых прорывов и так далее, ну невозможно совершенно. Нет проблем, дайте самолеты и будут вам успеть. Но их не дают. Сергей, а уточните, речь идет именно об истребителях? В основном истребители обсуждаются или это вот какая-то более... Ну, сейчас нет, сейчас нет вообще такого понятия, как истребитель или бомбардировщик. Сейчас все самолеты, вот сейчас ВВС вообще такая тенденция к универсализации, чтобы самолет мог и вести воздушный бой, наносить удары там по наземным надводным целям. Вот F-16 и F-18 в определенных модификациях они как раз для этого и приспособлены. А у меня еще вопрос, уточните, пожалуйста, вот вы сказали, что если бы была авиация, то это драматическим способом, драматически повлияло бы на охот военных действий. А у России, насколько Россия активно использует авиацию и почему в отсутствии авиации у Украины в этом смысле не достигает успеха? Ну, россияне применяют авиацию, вот, но над полем боя они применяют преимущественно вертолеты, вот, типа К-52, вот такого вот рода. У них, кстати, большие потери очень в вертолетах и в самолетах, вообще с начала войны, в принципе, да, они такие прям какие-то непропорционально большие. Ну, это ладно, не суть. И вот удары этих вертолетов там по движущимся колоннам, особенно вот в первой неделе наступления, очень сильно осложняли жизнь украинцев, прямо скажем. Потому что вертолет такая, как бы, цель для поражения сложная, да, ее поразить земли тяжело, он там зависает над землей, у него там ракета летит от 6 до 10 километров, которые он пускает. И вот для него идеальным, точнее, против него оружием были бы самолеты, потому что самолет сверху все иди, вот, и они бы прикрыли вот от этих ударов эти колонны наступающие. Но самое главное, что они снесли бы первую линию обороны и дали бы возможность саперам и инженерам проложить проходы в минных полях, вот в этих чудовищной абсолютно плотности, такого никогда никто не видел еще, такой плотности минных полей. После чего прошли бы танки и пехоту. Ну, так это делается, по натовским тем же протоколам. Удар авиации, инженеры, саперы, пехота там. А тут не получается. Но российская авиация сейчас, она, как бы, тоже, ввиду там своих определенных особенностей, драматически на ход украинского наступления не влияет. Драматически на него влияет вот чудовищная плотность минных полей, из-за чего все это происходит крайне медленно. Там буквально, вот, как и у меня там знакомые ребята сейчас, на запорожском направлении находятся. Вот они говорят, что, ну, натурально некуда поставить ногу вот такой плотности. Да, вот я нашла эту цитату, как раз, извините, то, что я попыталась по памяти воспроизвести. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Задача номер один. Максимальное уничтожение живой силы, техники, складов, горючего, быка, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии. Последние дни особенно урожайны. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено, больше освобождено. Вот, собственно, это та цитата, на которую я ссылалась. Давайте, у нас времени совсем немного остается. Сергей, что в Израиле происходит? Да, вот я только скажу, да, вот в Рио Новости прямо сейчас написали, что операция в Дженине официально завершена, военные покинули район. Неужели? Да, операция завершена. Проходила она 48 часов. Это была антитеррористическая операция в городе Дженин. Он находится в северной Самарии, на территории палестинской автономии. Он стал таким гнездом террора, просто буквально. То есть, чтобы, понимаете, за эти полгода, вот, ну, 23-го, да, на территории Иудеи и Самарии, или на западном берегу, как это принято называть во всем остальном мире, было там порядка 200 терактов, из них 60 совершили выходцы из Дженина, при том, что там живет меньше 10% населения палестинской автономии. То есть, он стал таким нарывом, совершенно откровенно, и в какой-то момент было принято решение для того, ну, чтобы провести там такую вот краткосрочную зачистку, антитеррористическую операцию для того, чтобы вот это вот, как бы, понизить этот уровень террористической активности. Это, конечно, в чистом виде такой палеотиф и симптоматическое лечение, но на какое-то время это, как бы, вернет некоторое спокойствие, да, в Иудею и Самарию. И надо еще отметить такую вещь, что у нас есть такие люди, называются поселенцы. Это люди, которые живут в еврейских поселениях на палестинских территориях. Их очень много, там порядка 700 тысяч, ну, такой народ очень активный. И в какой-то момент, когда вот количество терактов на западном берегу начало уже превышать вообще всякие разумные пределы, они начали вот брать, что называется, закон в свои руки. А это очень опасный такой момент, который может привести там к абсолютно неконтролируемым последствиям. Среди тех же поселенцев полно вооруженных людей, у них есть официальное такое право на ношение оружия и так далее. И вот власти, видимо, решили совместить, с одной стороны, зачистить джинина террористов по возможности, а с другой стороны, дать понять поселенцам, что мы вот о вас тоже заботимся, занимаемся, и не надо, пожалуйста, брать закон в свои руки, потому что это всегда очень чревато такими печальными последствиями. Как вы оцениваете эффективность? Ну вот по поводу заботимся и переживаем о том, что происходит. Да, Маша, прости, я просто зацеплюсь, хорошо. Хорошо. Вы говорите, зачистка, да? Посмотрите, ну не все же там террористы. Вот по данным палестинской стороны, правда это или нет вопрос, среди погибших четверо несовершеннолетних, самому младшему погибшему было 16 лет, самому старшему 23. Что это дети террористы, получается? Или страдают невидимые? А, да, фотографии посмотрите. Не-не, посмотрите фотографии в их профилях, у нас их регулярно выпадывают. Есть такой канал об Алиэкспресс, например. Вот он публикует, и вот стоит этот 16-летний, и увешанный оружием, вот с головы дано буквально. Вот они, проблема вот в чем. Ну, в смысле как? Тут, если сейчас начать объяснять, в чем там, собственно, проблема, да, мы тут с вами до вечера будем сидеть и разговаривать. Я вам буду лекции читать, как там все получилось. Но, если вкратце, в палестинской автономии подросло поколение, ну, грубо, там им от 15 до 23 примерно, вот такое, да, у которого уже нет никаких авторитетов, которое не знает другой жизни, которое росло в обстановке такого вот постоянно растущего насилия внутри палестинской автономии, да, когда там вот эти вот вооруженные группировки постепенно вот захватывали власть в этих городах. По договору с Израилем безопасностью внутри палестинской автономии занимается палестинская автономия. Она этот момент как-то упустила и утратила контроль над всем этим. И в результате получилось, что вот там такие государства в государстве начали образовываться внутри палестинской автономии, там Дженин, Шхем, например, да, отчасти Хеврон, да, и там такие террористические анклавы. И вот приходится израильской армии раз в несколько лет... А что израильская армия делает? Она пошла убивать этих детей, которые росли? Айдарушка, время, время, время. Почему убивать? Ну вот там нашли, например, среди прочего, лабораторию по производству самодельных взрывных устройств. Там порядка тысячи их было сделано, уже готовых. Вот гигантских фугасов там, которые можно танк подорвать до этих, ну, типа ручных гранат. Вот в мечети там склад оружия большой нашли и так далее. Ну, то есть вот искали вот такие вот объекты. Принцип, подход простой, на самом деле. У израильской армии, когда она заходит в палестинские города, подход простой. Если у человека в руках оружие, он его направляет в сторону израильских солдат, в него стреляют, его убивают. Если оружия нет, его не трогают. Бывают там случайные жертвы, спору нет. Такое случается, особенно во время таких вот, как бы, городских боев, но стараются мирное население, причем, заметьте, речь идет не о Дженине как таковом. У нас называется лагерь беженцев, Дженин. Это один из его районов. Он был изолирован, а весь остальной Дженин жил совершенно обычной жизнью. То есть там никто не стал его сносить с лица земли танками и артиллерией, да, как делают тут некоторые, значит, аккуратно зашли, аккуратно зачистили один, по сути дела, из районов города и также аккуратно отсюда вышли. Да, Сергей, то есть это крайне, то есть, как вы оцениваете, хотел вас спросить, как финальный вопрос, как вы оцениваете эту операцию израильской армии, соответственно, эффективность ее близка к 100%. Правильно я вас поняла? Ну, для поставленной задачи. Для поставленной задачи, конечно. Это не решит проблему нашего конфликта с полицейскими и с арабами, но это уже отдельная совершенно история. Да, очевидно. Спасибо большое, израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой» Сергей Ауслендер был нашим гостем. Половина, да, половина девятого уже в районе...